Если перелистать страницы истории, легкая промышленность традиционно формировала до четверти республиканского бюджета, а доля в структуре обрабатывающей промышленности составляла более 21%. В стране насчитывались тысячи крупных и средних предприятий, в том числе градообразующих, таких гигантов, как Алматинский хлопчатобумажный комбинат с численностью рабочих более 10 тысяч человек, Алматинская ковровая фабрика – более тысячи человек, Костанайский комвольно-суконный комбинат – до 9 тысяч человек и многие другие, которые успешно работали и процветали. Однако в первые годы независимости отрасль находилась в тяжелейшем кризисе, несмотря на ее важность как для роста экономики, так и для экономической безопасности. К счастью, на сегодняшний день отечественная легкая промышленность начала заново дышать и в первую очередь благодаря мерам государственной поддержки, нацеленным на развитие легкой промышленности и защиты внутреннего рынка. К примеру, была принята программа импортозамещения в легкой и пищевой промышленности. Создан хлопково-текстильный кластер «Свободная экономическая зона» «Онтустек», а также реализована программа по развитию легкой промышленности на 2010-2014 годы. В государственной программе форсированной индустриализации легкая промышленность также была определена одним из ключевых секторов развития. При этом инвестиции в основной капитал легкой промышленности в 2008-2013 годах составили 37 млрд 910 млн тенге. Так что, невзирая на трудности, связанные с коррекцией мировых финансовых рынков, легкая промышленность страны с каждым годом неуклонно растет. Объемы производства за последние годы выросли в 7 раз, и даже в сравнении с 2014 годом развитие этой сферы показывает положительную динамику роста. По итогам 9 месяцев 2015 года объем привлеченных инвестиций увеличился в 2,5 раза. Появляются новые предприятия, а лидеры отрасли последовательно наращивают объемы производства именно в потребительском секторе, то есть в брендовом сегменте рынка. Та самая продукция, которая будет узнаваема нашими потребителями под отечественной маркой Made in Kazakhstan. На сегодняшний день один из лидеров отечественной легкой промышленности – производственная инновационная компания «Ютария Лимитед». Компания была основана в 2002 году и за прошедшее время, благодаря политике поддержки предпринимательства, проводимой президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, превратилась в успешное, динамично развивающееся предприятие и даже перешла в другую весовую категорию – из сферы малого в категорию среднего бизнеса. Первоначально основным направлением деятельности компании было изготовление казахстанских государственных символов и атрибутов, сувенирной продукции, а также национальной одежды и наружной рекламы. Но бурные темпы развития экономики страны и активное становление отечественного рынка открывали новые возможности. Время требовало новых подходов, кардинальных решений, прежде всего расширения сферы деятельности. И компания не упустила свой шанс – она выросла и значительно расширила диапазон своих услуг в самых различных направлениях. В 2008 году, когда был первый такой серьезный экономический кризис, мы для себя, наоборот, приняли решение начать строительство первой нашей фабрики в городе Джасказганье. Естественно, в государстве, и мы очень благодарим, что была инициирована государственная программа ДКБ, «Дорожная карта бизнеса-2020». И в рамках первого направления мы были одними из первых участников именно из отрасли легкая промышленность, где, обратившись, так сказать, и за поддержкой государству, наша бизнес-инициатива получила поддержку. Значит, нам было выделено по первому проекту модернизации и расширения швейного производства в городе Джасказганье 153 миллиона. Общий проект наш составлял 480 миллионов тенге. Результатом первого проекта в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» стало строительство швейной фабрики на 250 рабочих мест в Джасказганье. Как известно, успех окрыляет, особенно когда приходит понимание, что затраченные усилия принесли впечатляющие платы. Год назад глава государства Нурсултан Назарбаев, будучи в Джасказгане, посетил производственную инновационную компанию «Ютария Лимитед» и ознакомился с технологиями производства, применяемыми на предприятии. Осмотрел образцы продукции, выставленные в презентационном зале. Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку производству, отметил высокое качество выпускаемой продукции и значение предприятия для социального благополучия региона. В теплой беседе с трудовым коллективом пожелал успехов и процветания во благо будущего страны. Президенту были представлены проекты развития предприятия, включая модернизацию комбината индустриальных услуг в городе Садпаев и создания на территории специальной экономической зоны «Астана-Новый город» автоматизированного производственного комплекса «Каз-Текс-Экспо», ориентированного на участие во всемирной выставке «Экспо-2017». Иными словами, для тех, кто хочет работать в нашей стране, сегодня созданы все условия. Государство дало все возможности компании «Ютария ЛТД» не останавливаться на достигнутом. Я горжусь очень, что мы думаем, и наши компании, и члены моего коллектива, что нам здорово повезло. После первого проекта мы реализовали второй проект по дорожной карте бизнеса, это в Моногороде, в городе Садпаев, открыв комбинат индустриальных услуг на 240 рабочих мест, в основном женские места. Недавно в городе Садпаев компания открыла еще одну фабрику на 120 швейных рабочих мест. Стоит отметить, что компания обеспечивает постоянной работой людей с ограниченными возможностями, в частности, плотно сотрудничает с филиалами казахского общества слепых в городах Садпаев и Балхаше, а также в поселках Шиманайха Восточно-Казахстанской области, предоставляя возможность работать с сырьем на довальческой основе. После удачных проектов в регионах руководство компании решило открыть крупную швейную фабрику в столице. После успешной презентации на одной из выставок, приуроченных к третьему евразийскому саммиту женщин, идея создания фабрики в Эстоне была поддержана столичным управлением предпринимательства и Ассоциацией деловых женщин Республики Казахстан. И уже спустя короткое время при содействии Фонда Дому и Национальной палаты предпринимателей Атамикен на территории свободной экономической зоны Астана-Новый город был построен крупный автоматизированно-производственный комплекс Кастекс-Экспо. Под строительство нового предприятия в рамках поддержки предпринимательства государство выделило 2 гектара земли в индустриальном парке Астаны. Новое швейное производство дало более 450 рабочих мест. На сегодняшний день фабрика производит товары швейного и трикотажного ассортимента для населения и продукцию, ориентированную на всемирную выставку Экспо-2017. Прежде всего мы принесли в Казахстан это консалдинговые услуги. То есть наша основная была задача с реализации этого проекта это помочь нашим коллегам, кто ставит и создает малый и средний бизнес, это создавать новые рабочие места. То есть став официальными дилерами от бренда ЗОЖИ, мы сегодня на территории вновь построенного своего предприятия осуществляем сборку, наладку, компьютерное программное обеспечение специализированных швейных машин, которые можно использовать для производства продукции различного ассортимента, для выпуска продукции. Сегодня на предприятии выпускается более двухсот наименований изделий. Это специальная одежда для работников химической, нефтегазовой, металлургической, пищевой, фармацевтической и автомобильной сфер промышленности, а также одежда для повседневной жизни и активного отдыха. Репутация компании настолько высока, что ей доверяют реализацию масштабных проектов не только социального, но и производственного направления. Многолетнее плодотворное сотрудничество с предприятиями и подразделениями корпораций «Казахмыс» красноречивое тому подтверждение. Основными потребителями продукции швейного цеха являются также компании «Локомотив», «Кастемиртранс» и «Казахстан-Темиржола» и ряд государственных органов. По размещению государственных заказов Минобороны наше предприятие отшивало рабочие костюмы, камуфляжные костюмы, десантные костюмы и недавно мы закончили полный объем по утепленным камуфляжным костюмам. На данный момент мы отшиваем заказ «Казахмыса», рабочие костюмы и костюмы для ИТРовских работников. Предприятие «Ютария» оснащено самыми последними инновационными технологиями. Все производственные процессы автоматизированы, поэтому и производительность труда очень высокая. В цехах фабрики имеются швейное, раскроенное и вышивальное оборудование с программным управлением. На предприятии внедряются инновационные процессы проектирования изделий легкой промышленности, использование нанотехнологий, научно-прикладные разработки. Мы стали мобильнее. С помощью программы мы делаем все настройки для машины, рисунки, причем диапазон рисунков очень большой. Жаккарды, рельефные, ажурные переплетения, что значительно позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. Процесс заправки нового изделия сокращается на несколько раз. Буквально стоит дизайнеру с помощью программы сделать рисунок, с помощью флешки перенести на машину и машина уже вяжет по всем настройкам то, что были заложены программистом-дизайнером. Анализ деятельности прошедших лет отмечает, что компания прошла путь становления, начав развитие с небольшого предприятия и с первых дней создания компании приоритетом и главным ее капиталом были и остаются ее работники. В компании сформирован крепкий коллектив. Команда единомышленников. На предприятии создана атмосфера взаимопонимания и сотрудничества, что в дальнейшем обеспечивает успех всего дела. На производстве работают семейные династии. Молодые специалисты, подготовленные по программе «Занятость-2020». Я раньше работала поваром несколько лет. Сейчас могу найти работу повара, но работа повара непостоянная. Сейчас по бегущей строке я увидела объявление, что набирают в швейный цех. Сейчас я пришла сюда, переобучилась в центре занятости Урки. И сейчас пришла с мая, работаю здесь. Здесь работа стабильная, заработная плата вовремя выдается. Подготовка и повышение квалификации работников ведется постоянно за счет средств работодателя. Заключены договора совместной деятельности по реализации профессионального практического обучения по дуальной системе между Национальной палатой предпринимателей «Атамикен», Управлением Карагандинской области, Колледжем бизнеса и транспорта, Колледжем технологий и сервиса. В рамках социальной ответственности бизнеса предприятие сформировало социальный пакет для сотрудников. За счет работодателя приобретаются квартиры для сотрудников, внесших особый вклад в развитие компании. В условиях мирового кризиса лучшая поддержка экономики любой страны – собственное сильное производство. Казахстан не исключение. Именно в целях поддержки казахстанского производителя реализуются специальные государственные программы. Дальновидные бизнесмены и руководители понимают, что поддержка отечественного производителя направлена в первую очередь на поддержку отечественного потребителя, а это очень важно для развития экономики Казахстана в целом. Укрепление и развитие казахстанского производства является одним из важных векторов развития государства, как сильного, конкурентоспособного, динамично развивающегося субъекта мирового рынка товаров и услуг. Сегодня в стране принято и реализуется множество концепций по развитию казахстанского производства, которые своей задачей ставят увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке. Любая отечественная компания, обеспечивающая полный производственный цикл от добычи до поставки готовой продукции из казахстанского сырья казахстанскому потребителю, и есть надежная опора сильной и здоровой экономики страны. Наша продукция сегодня – это 100% казахстанского содержания, линейка домашнего текстиля. Я могу просто даже продемонстрировать эту продукцию. Сделана в Казахстане – это продукция 100% казахстанского содержания. Что здесь? Это хлопок выращенный у нас в стране, в Южно-Казахстанской области. Это холдинг, как мы говорим, корпорация «Азала», которая занимается выращиванием, переработкой этого хлопка. Далее, значит, наши уже дизайнеры, и мы непосредственно переработали уже это сырье в готовое изделие. На сегодняшний день производственная мощность предприятия составляет 1 миллион 800 тысяч изделий в год. Сегодня она заявила о себе и как предприятие, выпускающее ориентированную на проведение Экспо-2017 продукцию. Руководитель компании Сауле Шауенова рассказала о ближайших стратегических планах. Многие задают девушке, там продукция продается и все остальное. В рамках тоже преддверия праздников государственных мы от союза производителей продукции легкой промышленности при помощи Акимата города Астаны, управления предпринимательства города Астаны, открываем здесь в городе Астане магазин, так сказать, универмаг, где человек может действительно, вот начиная как бы от таких вещей, произведенных в Казахстане, там, как мы говорим, носового платка, носков, нижнего белья, до рубашек, до костюма, до вечернего платья, плюс аксессуаров, прийти и одеться именно в казахстанское продукцию, казахстанского производства. За время своей деятельности в течение 10 лет производственно-инновационная компания «Ютария Лимитед» добилась заслуженного признания у отечественного потребителя, а также у своих постоянных партнеров, казахстанских общественных организаций и государственных органов. Свидетельством тому является также и всевозможные завоеванные на конкурсах титулы, в том числе «Лучший товар Казахстана». Компания с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь на то, что отечественные товары будут все более востребованы как в стране, так и в рамках единого евразийского экономического пространства. Глава государства неоднократно обращал внимание казахстанцев на то, что стратегически важно приобретать отечественные товары. Именно это является залогом успешного развития экономики страны, а значит и благосостояния всего народа. В данной связи мне хотелось бы, конечно, и обратиться сегодня, так сказать, к жителям, к населению нашей страны. Они должны понимать, что покупая нашу продукцию, прежде всего определенная доля этих же денег, это прежде всего остается в нашей стране. Это те же налоги, это та же зарплата. Каждый покупатель в нашей стране, он должен понимать, покупая продукцию, сделанную в Казахстане, он понимает, что импортозамещение, да, это прежде всего происходит в этот период. И это не только поддержка сегодня, мы говорим, там, каких-то определенных компаний, это прежде всего вклад каждого нашего жителя, да, каждого нашего потребителя нашей казахстанской продукции, прежде всего в тот же бюджет нашей страны. Со своей стороны казахстанские компании, ориентированные на выпуск собственной продукции, ставят во главу угла вопросы качества товаров, приемлемых цен и открытости инновациям. Не случайно, по мнению сотрудников и руководства группы компаний «Ютария Лимитед», основными составляющими успеха для них стали принципы качества продукции и сервиса, ориентированных на клиента. А девиз компании звучит еще более определенно. Ключ к успеху бизнеса в инновациях, которые рождаются креативностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...